Друзья, добрый день! На связи Максим Петров. Я рад приветствовать вас на канале MaxCapital, на котором мы развиваем инвесторское мышление и говорим о том, куда инвестировать в эти непростые времена. Предыдущие два видео, которые мы опубликовали, размещали на канале, они касались того, куда инвестировать и почему. Сегодня бы все-таки хотелось поговорить о том, о мышлении. Недавно я проводил мастер-класс, на котором я говорил о том, что мы запустили школу развития Максима Петрова. Но сегодня не про школу пойдет речь. Если вы хотите более подробно про это посмотреть, то ссылка в описании под данным видео. Абсолютно бесплатный мастер-класс, на котором я говорю об основных трендах, которые в мире происходят, в чем заключается опасность, какие навыки стоит людям развивать на ближайшую перспективу, чтобы не оказаться на стороне чрезмерно бедных людей. Но я сегодня именно в публичном пространстве хотел бы поделиться определенными вещами из этой презентации, потому что думаю, что оно большому количеству людей может понравиться. И всегда люди задаются вопросом, чем отличаются богатые люди от бедных людей. Много видео по этому поводу. Я сейчас не хочу проводить оценку, правильно ли они или неправильно. Я хочу поделиться своим собственным мнением, что отличает богатых людей и бедных людей. Почему я могу высказывать свое мнение по этому вопросу. Опять же, могу сказать, что я не то что эксперт. Моя профессиональная деятельность с 2005 года предполагала, что я общаюсь с состоятельными людьми. То есть я являюсь неким таким инвестиционным консультантом, финансовым советником, назовите это как хотите. Работая в тройке диалог, в Сбербанке, в открытии. И мне нужно было на маленькую часть капитала людей, у которых большой капитал сам по себе, именно инвестиционную составляющую давать какие-то определенные советы, рекомендации, что и как это делать, до изменения законодательства, связанной с дачей такого рода советов. Я с такими людьми провел достаточно много времени. Опять-таки, мой опыт с октября 2005 года в этой сфере. И мне хочется именно в рамках данного видео поделиться определенными наблюдениями, чем они отличаются. Отличаются от бедных и какие вопросы они в первую очередь задают финансовым советникам и инвестиционным консультантам. И в чем отличие этих вопросов, этих посылов от того, что задает абсолютное большинство людей. Потому что поступает большое количество запросов, а что будет с долларом, а что будет с золотом, а что будет с облигациями, а что будет с акциями. Все это касается на самом деле вопросов инвестиционной деятельности. Но богатство, оно складывается не только из инвестиций, оно складывается еще из кое-чего, о чем я в этом видео расскажу. Смотрите его обязательно до конца. Если хотите узнать мои выводы и мнения, как это выстроено среди состоятельных людей. Под состоятельными людьми, чтобы тоже здесь было понимание, кого я лично понимаю, это люди с активами от 5 миллионов долларов, которые осуществляют глобальные инвестиции не только в Россию, но и по всему миру. Основные навыки богатых людей, это у них есть ответ на три ключевых вопроса. Они умеют управлять людьми. Третье, они умеют управлять финансами. Четвертое, они умеют управлять инвестициями. И в последовательности в этой, если посмотреть, каким образом эта последовательность работает, в большинстве своем люди как себя ведут. Вы можете прямо после того, как я сейчас скажу, или после того, как вы посмотрите вот этот инструментарий, вот эти навыки, сравните с собой. Когда человек приходит и говорит, Максим, у меня вот есть доход 50 тысяч рублей, расходы 40 тысяч рублей и возможность инвестировать 10 тысяч рублей, куда мне их направить? Он не только к Максиму приходит, он подписан на различные каналы, у него есть там какие-то боты, у него есть телеграм-каналы, он подписан на хреновую тучу блогеров. И он вот со своими 10 тысячами, он бегает найти какого-то человека, который скажет ему, пристрой их туда и будет тебе счастье. И получается, что первоочередные задачи, которые решают бедные, они как раз таки сначала решают, что делать с небольшими инвестициями, которые у них есть. Потом они в определенный момент времени понимают, о, откладывая по 10 тысяч рублей, далеко не уедешь, надо думать что-то по поводу своего активного дохода и думать, как его увеличить. Ну, а как правило, это проходит, знаете, ну, от 2 до 7 лет, когда они понимают, что вот такими темпами, если у них доход меняться не будет, доход-то меняется, доход сам по себе растет, но он растет на уровень инфляции, да, если адекватный работодатель. То есть доход, в принципе, увеличивается, номинально зарплата растет. Они не понимают, что реально роста зарплаты нет, но номинально ты вчера получал 50, сегодня получаешь 55. Выросла зарплата? Выросла, все хорошо. А то, что инфляция 10% составила, и ты стал на 5% меньше получать, люди этого не понимают, потому что это уже блок управления финансами, да, то есть блок управления своими доходами и расходами, что в этом случае происходит. И кто-то доходит до того, что нужно управлять финансами, нужно развивать собственные компетенции, нужно развивать профессионализм, нужно быть более результативным, продуктивным, создавать больше потребительской ценности за единицу времени. И поэтому вот второй параметр, да, то есть человек занимается инвестициями, он начинает думать, каким образом увеличить доход. И это управление финансами. Когда задают вопрос, в чем отличие управления инвестициями и управления финансами, отличие заключается в том, что инвестиции, это тот капитал, который у вас есть, вы могли получить наследство, вы могли откладывать разницу между доходами и расходами куда-то. То есть это деньги, которые можно направить в будущее. Капитал, это что вы имеете в финансовом положении прямо сейчас. Это какой уровень дохода у вас сейчас, какой уровень расхода, каковы у вас источники доходов, откуда вы их получаете, сколько их у вас, насколько у вас эффективно распределены деньги в определенные классы активов. Это больше к инвестициям. Финансы, это связано с тем, как вы работаете над тем, чтобы получать большую разницу между доходами и расходами. Вот финансы, это увеличение разницы между доходами и расходами. Инвестиции, это, соответственно, транспортировка вот этих финансов, которые вы получили, вот этой разницы, из настоящего в будущее. И получается, люди залипают с возможностью инвестировать по 10-15 тысяч рублей в месяц. Они подписываются на различные, опять-таки, каналы, источники. У них очень мало чего инвестировать, но они хотят сделать тиксы. Подписаны на всякую крипту, спекулятивные сделки, на торговлю с опционами, потому что денег-то тут мало на инвестиции, а хочется-то много. И поэтому получается, что фокусировка на этом приводит к тому, что на финансах особо не фокусируется. Третий уровень это управление людьми. Почему я говорю это про третий уровень? И здесь я больше про бедных людей, а не про богатых. Потому что, если человек занимается инвестицией, задумывается над ростом активного дохода, он понимает, что сделать больше потребительской ценности он может только с большим количеством людей. И тогда он или по карьерной лестнице растет, у него в подчинении люди оказываются, или он бизнес создает и сначала делает сам, увеличивая свой активный доход. Потом неизбежно ему потребуются люди, которыми нужно управлять. И когда я говорю про управление людьми, здесь я имею в виду как навыки богатых людей. Управление не в контексте, это знаете, сделайте меня директором и все будут работать. Я буду сидеть за большим столом, ничего не делать, только распоряжение отдавать. Туда, сюда, пойди сюда. Это, как правило, когда управляют людьми бедные люди. Всегда виноваты подчиненные. Он никогда не виновен. То есть он постоянно, вот вы такого человека бедного душой, вы его видите. Богатые люди, когда становятся управленцами, управляют людьми, они управляют совершенно другим посылом. И здесь управление идет. Это выстраивание правильной коммуникации. Это получение результатов. Это развитие людей, которые находятся у тебя в подчинении. Это обучение этих людей. Это наставничество этих людей. Это достижение ими выдающихся результатов. Помощь в достижении этих выдающихся результатов, которые в команде создают в принципе выдающийся результат. Опять же, откуда это идет? Потому что у них есть ответ на три ключевых вопроса. Что за ключевые вопросы? Вы можете узнать более подробно в мастер-классе. Ссылка на нем находится в описании под данным видео. Мы переходим к тому, какие же навыки бедных людей. То есть они не умеют управлять инвестициями. То есть они вечно лезут в какой-то блуд. Они используют плечи, используют крипту. Или у них вообще трабл на уровне финансов. Они сколько получают, столько и тратят. Управление людьми, опять-таки, я сказал, происходит в контексте негативного окраса. То есть это некий такой неприятный начальник, который постоянно, чтобы люди хорошо работали, их нужно драть хвосты в гриву. Тогда только они будут работать. У них нет ответа на три ключевых вопроса. И соответственно, они не понимают, то есть у них нет ориентиров для своего карьерного роста, для своего личностного роста. И поэтому получается, что они не обладают этими характеристиками. При этом получается так, что в современном мире все-таки люди растут. И здорово, что вы подписаны на канал. А если не подписаны, конечно же, подпишитесь. Потому что мы как раз таки говорим о том, что сейчас старт школы развития Максима Петрова обусловлен тем, что меня знают как человека, который может развивать мышление, навыки, компетенции в области инвестирования. И здесь можно научиться. Этого никто не спорит. Можно научиться инвестициям. Можно? Можно. Можно научиться управлению личными финансами. Можно научиться управлению людьми и эффективной коммуникацией. Можно дать ответ на три ключевых вопроса, которые нужно дать для того, чтобы быть успешным в жизни. Но суть в том, что очень мало систем, и лично я в России с такой еще не сталкивался, когда это интегрировано. И что у нас получается? Вот вы изучаете инвестиции, развиваете мышление в рамках инвестиций, и вы обучаетесь. Можно присоединиться к проекту Миллион за восемь. Это вопрос, связанный с инвестициями. Куда вот эту разницу между доходами и расходами направлять? Стоит недорого, занимает 20 минут в месяц, в год занимает меньше двух часов. И вы будете инвестировать, вы будете получать результат. Ну а как увеличивать активный доход? Есть курсы, которые позволяют увеличивать активный доход, нашумевшая бизнес-молодость, стань бизнесменом. Ребят, не всем быть бизнесменами. То есть сама природа человека такая, что не все могут быть бизнесменами. Кто-то может быть хорошим специалистом, да, и он может там быть краснодеревщиком, кто-то может быть классным стоматологом, кто-то может быть художником, кто-то может быть композитором. Это не значит, что чтобы управлять своими финансами и увеличивать свой активный доход, нужно обязательно строить собственный бизнес. И в этом случае, почему? Потому что нет ответа на вопросы, ключевые три вопроса, которые в первую очередь нужно поставить перед собой. И у нас большие проблемы с управлением людьми. Ребят, ну даже будьте честными, посмотрите на себя, если вы работаете по найму. Какой у вас шеф? Какие ваши коллеги? С кем вам приходится работать в команде? Какие у вас возникают траблы? Какие у вас возникают конфликты? Какие возникают недопонимания? То есть 90% проблем управленцев возникают в сфере коммуникации? Мы даже проводили опрос среди желающих пройти обучение в школе развития. То есть какие темы для вас наиболее интересны? У нас получилось, что 56% людей ответили, что им интересно управление финансами, управление инвестициями. То есть это вот два из шести блоков, которые есть в школе. Когда мы говорим о вопросе коммуникации, только 10% ответили, что им эта тема интересна. При этом это публичная история. Можете даже там загуглить, посмотреть. Уоррен Баффет, Оракула Замахи. У него в кабинете висит один единственный диплом о полученном образовании. Он гордится этим. И когда его спрашивают студенты, какие навыки нужно развивать, он говорит, у меня в кабинете висит единственный диплом Дейла Карнеги, когда я прошел этот вопрос коммуникации. Коммуникации, общения с людьми, которые приводят к значительному росту дохода в том числе. Так вот, разница, резюмирую, между богатыми и бедными заключается в том, что богатые, они идут от вопроса, от трех ключевых вопросов. В дальнейшем они учатся взаимодействовать с людьми и управлять людьми в хорошем понимании этого слова. Они управляют финансами не до глубины. Они могут, из-за того, что они могут управлять людьми и подбирать нужных людей на нужные позиции, они понимают основу финансов и назначают туда правильных людьми, которыми могут управлять. И то же касается инвестиций. И тот опыт, который лично я имею, я был просто человеком, которым управляли, который решал одну узкоспециализированную задачу. Что сделать с моим инвестиционным портфелем на основе тех знаний, которые есть у тебя, Максим. И при этом я понимал всегда, что у этих людей не я один являюсь исключительным инвестиционным консультантом или финансовым советником. Я потому что всегда встречался в дверях, были там сотрудники из других брокерских компаний, из других подразделений, они общаются со всеми. И кого-то они понимают, что этого на этом направлении, этого на этом направлении, этого на этом направлении. Но откуда все это берется? Из эффективного управления людьми и понимания ответов на три ключевых вопроса. Вы знаете, можно сказать, максимистер очевидность, но с одной стороны это очевидные вещи, с другой стороны весь секрет заключается в том, что бедные люди, даже если начинают осваивать эти навыки, они их осваивают в сумме. Что значит в сумме? Они берут четыре этих элемента и их суммируют. Отдельный вопрос управления людьми, отдельное управление финансами, отдельное управление инвестициями. Богатые люди их перемножают. Сейчас же все хотят у нас быстрых денег заработать, посмотреть, от рекламы уже деваться некуда. Заработай на ставках, заработай на ставках. То есть, когда коэффициенты не складываются, а коэффициенты перемножаются. И суть в том, что владение в совершенстве этими четырьмя навыками, они итоговый результат перемножают. А люди, которые все-таки бедные, они их суммируют. И суммируют опять-таки по порядку. То есть, сначала они говорят, Максим, не надо мне рассказывать как управлять людьми. Вот я заработаю миллион долларов, тогда я об этом подумаю. А у них как раз-таки идет все от обратного. И разница всегда, мой опыт и практика показывает, разница между богатыми и бедными не в том, что они делают, не в том, что они изучают, в том, что они просто меняют приоритеты. То есть, если взять любой приоритет бедного человека и посмотреть на богатого человека, можно понять, что у богатого у него эти пирамиды, как правило, они переломлены. Ну, то есть, они развернуты на 180 градусов. Потому что, если бедный человек по психологическим, ну, по потребностям, которые можно удовлетворить с помощью денег, идет сначала, он удовлетворяет потребности в безопасности, потом он удовлетворяет потребности во вкусе жизни, потом он удовлетворяет потребности в собственной значимости и понтах, потом, если вдруг он заработает достаточно денег, он начинает задумываться, а кто я, какое наследие я после себя оставлю. И если как-то быстрый человек двигается в продвигающем окружении с помощью наставников, он доходит до того, что как я могу изменить этот мир к лучшему, то есть какую потребительскую ценность я могу создать для большого количества людей. Вот стандартный путь, по которому идет там абсолютное большинство людей. Богатые люди, они переворачивают, да, то есть они говорят сначала вопрос, да, что я могу создать для этого мира, какую потребительскую ценность я могу создать для людей. Можете посмотреть фильм «Социальная сеть», когда Цукерберг с венчурным инвестором встречается, и венчурный инвестор задает ему вопрос, слушай, а что ты хочешь? Он говорит, хочу миллион долларов. Он говорит, миллион долларов неинтересно, миллиард долларов, вот это круто. Но миллиард долларов тогда складывается через декомпозицию. Во-первых, зачем тебе миллиард? Раз, два, как получить миллиард? Надо найти миллиард людей, которые с удовольствием тебе заплатят там один доллар маржи, и ты станешь миллиардером. И тогда у тебя возникает вопрос, а какими навыками я должен обладать? Я должен общаться с инвесторами, я должен уметь вести переговоры, я должен проводить классные презентации, я должен уметь проводить жесткие переговоры, я должен ставить речь, у меня речь соответствующая должна, я должен развивать харизму, да. То есть вопрос, в каком направлении лично мне развиваться, исходя из вот этого большой истории, да, не стоит. Если, соответственно, я вкладываюсь в развитие своих компетенций, презентации, переговоров, харизмы, знаний, окружение себя людьми, которые вместе со мной будут создавать это большое дело, автоматически это приводит к тому, что вопрос значимости жизни в каком-нибудь престижном доме собственным поваром, собственным массажистом, да, со штатом людей, которые убирают помещение, сад стригут, да, они для тебя становятся естественными. И вопрос тогда вкуса жизни и удовлетворения потребностям безопасности решается сам собой. А мы классически идем по пути какому? Ну, растет доход, ну, окей, сначала там где жить, что есть, чуть-чуть подрос доход, окей, что интересного я могу в этом мире узнать, в какое путешествие я могу поехать. Еще доход подрос, ага, встреча выпускников, да, нужно приехать там на крутой тачке, нужно показать свой дом, нужно там в социальных сетях выложить в инстаграме, что я купил новую тачку, да, то есть проявление во внешний контур. И все залипают на вот этом трех уровнях, да, то есть дальше единицы только задумываются о собственном развитии, и вообще там сотая часть процента от всего населения Земли думают о том, как изменить этот мир к лучшему, но именно они становятся богатыми. Ребят, вот такая информация к размышлению, что скажете, оставляйте обязательно комментарии. Думаю, гораздо больше, шире. Тема раскрыта в бесплатном мастер-классе, ссылочка внизу, там подробности про школу и как это работает. Проходите, смотрите, думаю, что это для вас может быть действительно быть ценным и полезным, особенно в текущих условиях, очень сильном расслоении между богатыми и бедными в меняющейся финансовой системе и в меняющемся мировом порядке современного общества. Это точно не помешает посмотреть прямо сейчас. Проходите, смотрите, рад буду, что вы получите ответы на свои вопросы. Сегодня же у меня на этом все. На связи был Максим Петров. Пока-пока и удачи!